Значит, искусство общения с пациентом, как врачу заработать репутацию и вырасти в доходе, значит, будет рассказывать Евгений Машковский, который руководит направлением медицины в организации Нотология, это организация, которая занимается образованием, и сейчас они хотят образовывать врачей, вот, причем образовывают они немножко таким странным образом, я могу сейчас набрать, вы меня поправите, если я что-то неправильно скажу, они образовывают не в классическом варианте, да, то есть они не учат вас там терапии, хирургии, они образовывают в каких-то смежных областях, то есть то, что врачу, ну, не только врачу, там разные специалисты, она очень много кого учит, то, что людям нужно, ну, грубо говоря, на потребу дня, на рабочем месте, и то, чего не входит ни в какие классические такие образовательные курсы. Ну, я просто сейчас вот сходу вижу, как растет эта вся история с искусственным интеллектом, с генеративным искусственным интеллектом, я уж не говорю про всякие темы информационных медицинских систем в больницах и в поликлиниках, ведь этому никто никогда не учил, и люди просто приходят, нате вам, пользуйтесь, они, во-первых, не понимают, во-вторых, не хотят, в-третьих, ну, как же так вообще без образования? Мы вчера были в Европейском медицинском центре, обсуждали, как раз со специалистом, который отвечает там за информационную трансформацию всего ЕМС, он говорит, врачи бастуют, врачи, которые зарабатывают огромные деньги, они бастуют конкретно, слушай, потому что их никто ничему не учил, они не понимают, для чего им эта вся информатизация нужна. Ну, ладно, это я так, немножко в сторону, давайте, рассказывайте. Да, уважаемые коллеги, добрый вечер, Павел Андреевич, спасибо большое за представление. Действительно, вы все правильно сказали, мы, если коротко, учим тому, чему нас должны бы были научить, по идее, в медицинском институте, но, к сожалению, не научили. То есть, я всегда говорю, что вот в медицинском институте, я, поскольку сам врач, выпускник и продукт, не побоюсь этого слова, первого меда, 17 лет моей жизни прошло в Сеченском университете. 12 тысяч часов, то есть с первого по шестой курс нас учат о том, как заботиться о других людях, о наших пациентах, но за эти 12 тысяч часов подумайте, что практически ни часу нас не учат тому, как заботиться о себе. А, между прочим, вы и мы, каждый сам у себя, самый главный и первый и пациент, и друг, и помощник, и сохранение себя, своей функциональности, развитие себя, своей карьеры, оно имеет не только эгоистичные какие-то цели, но оно имеет в первую очередь цели реализации нашего предназначения, помощи другим людям. Потому что то количество усилий, денег, которое вложено в наше с вами образование, подготовка у нас как специалистов, оно очень большое. И, естественно, сохраняя себя максимально дольше, повышая свою эффективность, мы в полной мере реализуем то предназначение, которое мы для себя выбрали. Как я уже сказал, я сам врач, кандидат медицинских наук, специальность моя – спортивная медицина. До 2019 года я работал в Сеченовском университете, потом перешел в сферу на государственную работу, потом перешел в сферу медицинского бизнеса и образования. Сейчас отвечаю в компании «Нотология» за развитие нового направления медицинского, которое вот только появилось в этом году. И действительно, мы хотим обучать врачам, врачей тем навыкам, которые им нужны каждый день для работы, но они по каким-то причинам не попадают или медленно попадают в основную медицинскую программу. И сегодня я хочу поговорить с вами про, наверное, свою самую любимую тему – это про коммуникацию, потому что мое первое образование медицинское, а второе образование – лингвистика и межкультурная коммуникация. То есть на как раз стыке этих двух вещей, я, можно сказать, моя сфера профессиональных интересов. Если мы с вами задумаемся о том, с чего мы начинаем работу с пациентами, и вообще не с пациентами, а любое наше дело, то мы поймем, что это не осмотр, это не измерение давления, это не какие-то манипуляции. Мы всегда начинаем со слова. То есть мы с вами здороваемся, задаем вопросы, собираем анамнез, и даже если это пациент, который находится в бессознательном состоянии, или это, может быть, уже человек, который умер, и мы работаем с материалом, мы все равно общаемся с коллегами, узнаем какую-то информацию, что нам нужно сделать. Но при этом… То есть слово является нашим первым главным инструментом, с чего мы начинаем свою каждую работу. Но при этом, если вы задумаетесь, кто и где вас учил общаться с пациентами и не только, вы поймете, что системного процесса не было. То есть да, в курсе пропедевтики, может быть, в каких-то других блоках учебных, на терапии, на хирургии, нам рассказывают, как собирать анамнез, как взаимодействовать с пациентами, какие-то есть принципы медицинской этики, диантологии, но это все-таки общие слова, и это непрофессиональное использование слова как инструмента для получения тех целей, которые перед вами стоят, или для упрощения оптимизации своей работы. И сегодня в своем докладе мы приготовили для вас несколько подарков. Вот первый подарок – это чек-лист по медицинской коммуникации, который вы можете по QR-коду получить, скачать и даже во время нашей встречи посмотреть, который позволит вам оценить, насколько вы эффективно коммуницируете с теми пациентами, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Итак, вот с кем же общаются медики? То есть когда мы спрашиваем у людей, если бы я сейчас у вас спросил, кто приходит в голову в первую очередь, это пациенты, родственники, наши коллеги, старшие коллеги, то есть большой-большой пул людей, с которыми мы контактируем каждый день. И вот очень интересно, посмотрите, как они распределяются по степени, то есть какой объем от рабочего времени с кем мы контактируем. На первом месте стоит коммуникация человека самого с собой. И на самом деле умение говорить с собой, общаться с собой, вырабатывать свою личную стратегию – это тоже большой навык. Сегодня мы этого не коснемся, но просто вот все исследования, да, они подчеркивают, чтобы мы не забывали о том, что навык диалога, планирования, выстраивания коммуникации с самим собой, он тоже является важным навыком, про который не следует забывать. Но если мы отложим эту часть работы, то, конечно, в первую очередь это пациенты, на которые проходится 30% нашего общения. Дальше на третьем-четвертом месте это идут коллеги и старшие коллеги, то есть какие-то наши начальники, родственники пациентов, наши научные руководители, наши работодатели, какие-то проверяющие органы. То есть вот так примерно распределяется наша коммуникация в течение дня. И сегодня мы с вами разберем некие модели, которые вам помогут лучше выстроить общение именно с этими категориями людей, с которыми вам приходится сталкиваться каждый день. И начнем мы, конечно, с общения с пациентами. Те модели, те принципы, о которых я буду рассказывать, хочу сразу сказать, что поскольку все-таки коммуникация – это не математика и не хирургия, то здесь есть большая степень гибкости. И те принципы, о которых я говорю, в каких-то случаях будут работать лучше, в каких-то случаях они будут не совсем применимы, например, если вы судмедэксперт или патологоанатом, и ваши пациенты, с ними уже не пообщаешься. И здесь зачастую мы не знаем, что именно лучше всего сработает в нашей коммуникации, но тем не менее, чем больше вот этих принципов, этих моментов вы встраиваете, вы используете, тем эффективнее получается наша коммуникация. Причем иногда может показаться, что это какие-то очевидные простые вещи, которые вроде бы и так всем понятны. Но нужно задать себе вопрос, а насколько я использую эти очевидные вещи, потому что очень часто проблемы в коммуникации возникают, потому что вроде нам все понятно, вроде мы знаем, что надо поздороваться с пациентом и представиться ему по имени, но мы почему-то это не делаем, и теряем какие-то баллы очки, теряем какую-то эффективность коммуникации. И это скапливается. Здесь не поздоровали, здесь что-то не сказали, здесь не применили приемы эффективного взаимодействия. В итоге коммуникация разваливается. Вот чем больше вы таких приемов знаете и внедряете в свою практику, тем эффективнее коммуникация. Я все-таки хочу еще раз подчеркнуть, что коммуникация, несмотря на то, что ее нельзя пощупать, это наука, там есть свои инструменты, и применяя эти инструменты, вы действительно можете быть более эффективны, двигаться к тем целям, которые вы себе ставите. Значит, важно помнить, что общение с пациентами – это такая же важная часть вашей работы, как и лечение. И изучение принципов общения, изучение стандартных схем, как разговаривать, точно так же, как и изучение клинических рекомендаций, оно является важной частью вашей работы. То есть, поскольку мы с этого начинаем, и мы тратим очень много на это время, чтобы меньше тратить своих сил, важно знать какие-то приемы коммуникативные, которые вам помогут выстроить проще эту коммуникацию. Конечно, наша работа, она связана с взаимодействием и с общением, которое зачастую переходит какие-то личные границы. Врачи, мы стараемся помочь, и очень многие врачи плохо умеют выстроить эту личную границу, да, чтобы, с одной стороны, сохранить заинтересованность, профессионализм, с другой стороны, не брать слишком многое на себя. Работа с личными границами является тоже важной частью работы с пациентами. Нужно понимать, что наши эмоции, если мы испытываем какое-то раздражение, является неким флажком-признаком. То есть изначально мы все настроены на положительную коммуникацию, но если вы видите, что коммуникация начинает разваливаться, вы раздражаетесь или что-то идет не так, то это как некий симптом, и это симптом, который вам в первую очередь говорит, что, скорее всего, вы устали, и вам нужно сделать небольшой перерыв. Как бы сложно это ни казалось в нашем плотном графике, да, когда у нас расписаны приемы, когда мы на дежурстве, но мы должны понимать, что как только вот эта болезнь начинает развиваться, коммуникация разваливается, чем меньше у нас ресурсов, чем больше мы устали, тем сложнее нам будет это делать. Поэтому иногда лучше там сделать паузу на 5-10 минут, передохнуть, чтобы восстановиться или там взять полчаса, пойти перерыв, и это увеличит степень вашей отдачи в работе с другими пациентами. И, конечно, если мы чувствуем, что назревает какой-то конфликт, умение быстро распознать конфликт и сделать шаг назад является одним из важных принципов коммуникации с пациентами. Под каждой, конечно, у нас сегодня в рамках нашего общения нет возможности разобрать подробно все инструменты, потому что под каждым из этих принципов имеется много-много прикладных техник, которые вы можете изучить самостоятельно, изучить на каких-то курсах, изучить в работе там с пациентами, но это те принципы, которые вы себе можете пометить и подумать, насколько вы хорошо знаете, как распознавать конфликты, что с этим делать, насколько вы умеете хорошо выстраивать личные границы и так далее, и так далее, и так далее. Следующая важная часть общения – это не просто пациенты, это вредные пациенты, потому что одно дело поговорить с пациентом, который настроен на лечение, и ты ему все объяснил, он с интересом послушал, что ты ему сказал. Другое дело – общение с вредными и сложными пациентами. Нужно понимать, что чаще всего эти пациенты, они хотят внимания. И то, что вам нужно сделать, это не решить их проблему, а показать заботу о них. И если вы имеете какой-то инструмент, который быстро позволяет вам это сделать, то проблема решается сама собой. Почему я все время говорю про коммуникативные инструменты, чем это отличается от какого-то погружения в ситуацию? Потому что когда у тебя есть инструмент, ты действуешь по некой шаблонной схеме, фактически на уровне рефлексов, и не думаешь. То есть мы обычно устаем, выдаем свой сильно, тратим коммуникативный ресурс, если мы анализируем ситуацию и придумываем каждый раз какое-то новое решение. Но когда у нас есть некий шаблонный инструмент, и мы видим, что пациент раздражается, и нам нужно 20 секунд уделить ему внимание, сказать такие-то, такие-то слова, может быть, даже всем одни и те же, это сразу решает эту проблему. Поэтому такие техники, как активное слушание, отражение эмоций, которые вы применяете в общении с такими вредными пациентами, они вам помогают из этих ситуаций выходить. Нужно понимать, что, к сожалению, вредные пациенты тоже часть нашей работы, и умение справляться с ними – это такой же вызов. То есть если у вас много пациентов, которые вас раздражают, вам сложно с ними общаться, скорее всего, вам не хватает каких-то инструментов. И изучить эти инструменты, начать их постепенно применять, часть вашей работы такая же, как изучение последних клинических рекомендаций. Конечно же, такие разговоры с пациентами очень сильно выматывают. И даже несмотря на наличие инструментов, на какую-то вашу профессиональную подготовку, мы все равно устаем. И это нужно понимать и принимать. Поэтому если вам нужна поддержка, ее можно искать среди коллег. Это задача, конечно, тоже и руководителя, и выстраивание атмосферы работы в больнице или в коллективе, давать поддержку врачам, которые общаются с трудными пациентами, которым иногда нужно проговорить и обсудить эти ситуации. Вы можете искать поддержку в каких-то группах, на внешних ресурсах, вы можете искать поддержку в образовательных программах. То есть искать поддержку – это важно. Почему? Почему, опять же, это кажется очевидным, что если плохо, ищи поддержку, но нужно задаться вопросом, как часто мы это делаем. То есть если нам действительно плохо, нам тяжело, и мы не просто говорим, ладно, отдохну, посплю, и завтра все пройдет, а мы идем и сознательно обсуждаем, проговариваем наши проблемы. Вот обсуждение, проговаривание проблем и активное поиск их решения быстрее приведет к решению проблемы, чем просто отдохнуть и восстановиться. То есть мы всегда занимаем проактивную позицию, которую мы пытаемся реализовать. Родственники. Родственники бывают разные, и общение с родственниками тоже часть важная нашей работы. Вот, и здесь я хочу разобрать на конкретном примере. Вот есть несколько принципов, да, что нам нужно обязательно с ними общаться, естественно, с этими родственниками, но это мы должны делать в рамках, то есть этим процессом управляем мы. Есть способы, когда мы даем информацию, но не раскрываем лишнего, какую-то личную информацию, которую мы не можем раскрывать. Мы можем рассказывать про наши действия, не про состояние пациента, и управлять следующим нашим визитом, встречей с родственниками. Как это все выглядит? Почему? Потому что если мы отказываемся разговаривать или не даем комментариев, или как-то грубо отвечаем, то это вызывает ответные защитные реакции и волну негатива. Гораздо лучше, проще дать какую-то часть внимания, часть информации, то есть чтобы... то есть частично удовлетворенный человек лучше, чем совсем неудовлетворенный, потому что совсем неудовлетворенный будет искать дальше способ удовлетворить то, что он хочет. Вот, например, как можно построить диалог с родственником, который навязчиво спрашивает у вас о состоянии пациента, возможно, вы не хотите раскрывать. У нас много работы, я постараюсь за две минуты, видите, я сразу обозначаю ему время, ответить на ваши вопросы. Вас интересует... даже мы уточняем, какая цель, то есть вас интересует состояние Карла Аскаровича Зельцмана, то есть мы спрашиваем какой-то один вопрос, на который мы ответим, чтобы человек удовлетворился, обозначаем в рамке такого взаимодействия. Дальше мы идем как раз, видите, даем информацию, но мы не говорим о состоянии, а мы говорим о тех действиях, которые происходят, то есть о том, что человек находится под контролем. Его состояние отслеживается, оказывается помощь, находится под постоянным контролем, окружен вниманием, заботой и так далее, и так далее, и так далее, потому что личную информацию про пациента мы не можем раскрывать, да, а говорить про наши действия, тем более в, ну, таком нейтрально-абстрактном шаблоне мы можем, но человек при этом, он, его степень тревожности, напряженности падает, он получает удовлетворение частичное на свои вопросы. Конечно, как я уже сказал, бывают случаи, когда это не сработает, бывают родственники, которые, даже если вы им все расскажете и покажете, они все равно вас будут закидывать и писать жалобы, говорить, что вот всеми занимаются, а моим конкретно там родственникам нет, как часто это бывает, да, все думают, что только им не уделяется внимания, но, тем не менее, 70-80% таких случаев вы с ними разберетесь, да, с помощью этой модели. Дальше вы обозначаете, что вы можете задать мне один вопрос и позвонить завтра в это же время. То есть, видите, наша коммуникация, она абсолютно управляема в тех рамках, которых мы сами обозначили. Разговор с пациентом о будущем. Это как раз вот про те моменты, когда мы хотим увеличить свой доход и работу с пациентом, но при этом мы не хотим назначать какие-то ненужные исследования, там, впаривать анализы. То есть мы действительно, используя те допустимые разрешенные методы игры, можем управлять пациентом так, чтобы это было ему во благо, но в то же время мы и приносили пользу и клинике, и себе. Вы знаете, есть парадокс, что вот у меня есть еще курс по личному бренду, который я часто много веду, и там мы много говорим про продвижение, и, в принципе, понятие личного бренда очень связано с продажами. И, конечно, всех нас, врачи, когда мы услышим, что надо что-то продавать, надо продаваться, все сразу приходят в нервное возбуждение, в панику, говорят, что мы не хотим ничего продавать. То есть все, с одной стороны, хотят зарабатывать больше, но ничего продавать, никому ничего предлагать не хотят. Но когда мы говорим про продажи, про продвижение, это на самом деле не про навязчивое предложение тому, того, что человеку не нужно. Это про рассказ о тех возможностях, которые есть у человека. Простые приемы. Например, обозначить точную дату следующего приема. Не просто отпустить человека, а сказать, что давайте мы запишем вас на следующей неделе, в пятницу, во столько-то. Это повышает вероятность его возвращения на 40-60%. А возвращение – это значит дополнительные деньги, которые он приносит вам и в вашей клинике. Мы даем пациенту план по решению его проблем, которые он должен будет следовать. Обратите внимание, что чаще всего мы даем план лечения, но план лечения нужен врачу, потому что от перечня манипуляций мне, как пациенту, ну, ни горячо, ни холодно, мне нужно понять, когда у меня перестанет болеть голова, спина, или как минимум, как те или иные действия будут на это влиять. То есть в идеале, вот в реабилитации, да, где я работал, мы обозначаем с пациентом какие-то цели, которые мы хотим достичь, там, увеличить диапазон движений, увеличить мышечную силу. И дальше под эти цели я уже пишу те мероприятия, которые он делает, чтобы он понимал, что, зачем он делает. Это позволяет увеличить и приверженность пациентов лечению, и его возвращаемость. Очень здорово, если вы предложите человеку какие-то авторские материалы, ваш личный гайд, инструкцию или видеолекцию, которая у вас будет где-то записана, подготовлена, которую пациент может самостоятельно посмотреть, лучше узнать вас как специалиста и, например, порекомендовать своим знакомым с той же проблемой. Различные, конечно, программы лояльности, когда мы говорим, что при рекомендации друзьям, знакомым, при нескольких посещениях или при приобретении курса реабилитации он получает ту или иную привилегию. И немаловажно отзывы, потому что на отзывах пациента, особенно на таких сервисах, как ProDoktorov, сейчас там Сберздоровье, очень много строится, и попросить отзыв – это совершенно нормально. Нужно понимать, что человек чаще всего, так работает наша психология, что если это какой-то негативный опыт, то мы побежим писать вредные слова, что нам что-то не понравилось. Если это позитивный опыт, то человек чаще всего про это не пишет. Но позитивного опыта в вашей практике, я надеюсь, гораздо больше, чем негативного. То есть 99% ваших пациентов, они рады и довольны тем, что вы с ними сделали, но они про это не говорят. Если вы им про это не напомните, не скажете, желательно в удобной форме, когда вы даете там визитку с QR-кодом, где он может просто перейти и оставить свой отзыв. Аналог этому сервис, знаете, когда в ресторан мы ходим, чаевые по QR-коду, сервис нет монет. То есть он вам автоматически предлагает, и вы быстро сможете это сделать, чтобы порадовать того человека, который вас обслуживал в ресторане. И здесь человек вам может быстро оставить отзыв. Отзыв влияет на ваши рейтинги, на вашу запись, на возвращаемость пациентов и на те деньги, которые вы в итоге зарабатываете. Еще по поводу заработка. Разговор с начальством. Тоже нам приходится с ним общаться и просить. Иногда мы хотим повысить зарплату или какие-то условия, процент, который мы получаем с пациентов. Вот чтобы получить желаемое, мы в первую очередь должны не просто попросить об этом, а показать ту ценность, которую мы принесли или принесем клинике за нашу работу. То есть вы можете рассказать, показать о тех действиях, которые вы предприняли, которые были сделаны и каких результатов вы достигли. Показать, что вот там у вас больше всего запись пациентов, что у вас вырос сильно рейтинг на каких-то сервисах, что вы повысили средний чек, если вы работаете в коммерческой клинике. Если вы работаете в государственной клинике, то это может быть удовлетворенность пациентов, это может быть какие-то рекомендации или там реализация каких-то квот, чего-то еще. И на основе этого попросить у начальства ту прибавку, которую вы хотите. То есть эти разговоры совершенно нормально. Не забывайте заботиться о себе и о развитием своей карьеры, о прибавках своей зарплаты. Этот процесс находится в ваших руках, он управляемым, и под него есть инструменты, как лучше это сделать. Кстати, вы по ходу дела можете писать какие-то сообщения, комментарии в наш чат. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Все то, о чем я рассказал, мы в Нотологии сейчас собрали в курс, который так и называется «Искусство общения с пациентом. Как врачу заработать репутацию и вырасти в доходе». Он начинается в апреле. Мы вас всех приглашаем в этот курс пройти. Там как раз будут подробно разобраны все инструменты, как вы можете сообщать пациенту плохие новости, как вы можете использовать Калбери-Кембриджскую модель, как вы можете вести репутационную работу с пациентом, как вы можете попросить у работодателя, чтобы он вам повысил зарплату, или найти новую работу, как себя презентовать. То есть такой курс, который вам с помощью коммуникации позволяет заботиться в первую очередь о себе и через заботу о себе приносить больше пользы вашим пациентам. Мы для всех участников сегодняшнего вебинара подготовили специальный промо-код со скидкой на этот курс. Вот по QR-коду можете его получить. Подведу какие-то итоги. И помните, что слово – это реально главное оружие врача, которое есть у вас в каждой жизненной ситуации. Находитесь вы в операционной, в смотровом кабинете, просто на улице или общаетесь, не знаю, где-то на отдыхе с людьми, которые могут стать вашими пациентами. Слово всегда с вами. И использование различных инструментов, оно вам облегчает жизнь, повышает доход и помогает достигать тех целей, которые вы перед собой ставите. Конечно, нет стопроцентной гарантии, что каждая отдельно взятая модель сработает в тот или иной момент. Но чем больше вы этих инструментов знаете, принимаете, применяете, это, знаете, как в покере, мы увеличиваем шансы на выигрыш. Вот точно так же здесь. Чем больше вы этих инструментов знаете и автоматически умеете применять, тем больше шансов, что это сработает. Поэтому внедряйте в свою практику, помогайте коллегам и приходите к нам на курс. Вот я читаю комментарии, Андрей Воробьев пишет. Я согласен, это хорошее добавление, наверное, действительно, поскольку мы все-таки представители мирной профессии. Слово – это не наше оружие, да, а наш инструмент, с помощью которого мы достигаем тех целей, которые мы перед собой ставим. Вопрос еще один. Как работать с негативными отзывами, как их сбежать? Вы знаете, что, во-первых, их нужно обязательно анализировать, то есть если… и на них реагировать. И, в принципе, у каждой клиники есть специально выделенный человек, да, который разбирается в тех случаях, в негативных отзывах, которые были, отрабатывает этот негатив, пишет ответы на то мнение, которое высказал человек. Надо разобраться в ситуации. Если там действительно была проблема, во-первых, надо ее устранить на уровне клиники, во-вторых, показать человеку, что эта проблема решена, и если та площадка, где был размещен этот отзыв, подразумевает какую-то модерацию, то есть человек может этот отзыв удалить, лучше предложить человеку что-то, да, там, скидку, какой-то дополнительный прием, какую-то дополнительную услугу, да, чтобы он этот отзыв удалил, потому что негативные отзывы очень сильно бьют по репутации и врача, и клиники. Если это коммерческое заведение, мы, конечно, стараемся их избежать. Государственное тоже. Поэтому работа с негативом, с негативными отзывами – это вот важное составляющее. Самое главное – их не игнорировать. Спасибо. Есть потребительский экстремент. Делаешь что? Он в основном скандале, чтобы вернуть деньги. Да, но есть такое. Вы знаете, что здесь обычно, то есть если вот этот потребительский экстремизм выходит в публичную плоскость, то его очень можно, ну, просто, если он был безосновательный, с ним работать, потому что, ну, есть и судебные методы, да, есть юристы. Если это какой-то единичный случай, да, и вы понимаете, что, условно говоря, там, на… просто человек пишет вам не в публичной плоскости, хотя там через email требует возврат денег за образовательный курс, и проще вернуть ему 20-30 тысяч рублей, чем заниматься разборками и так далее, это можно сделать. То есть здесь надо оценить объем потерь. Понятно, что если это какой-то огромный контракт, который вы выполняли год, и потом люди начинают придираться по формальным критериям, чтобы не платить вам деньги или отсрочить, тогда, да, здесь надо разбираться. Если это какие-то небольшие суммы, то всегда быстрее, проще вернуть, загладить, чем лезть в это, потому что вы за то время, пока вы с ними разбираетесь, заработаете гораздо больше. Нет, в последнем не могу согласиться, совершенно неправильный подход. Задабривать, покупать пациентов – это последнее дело. Значит, вы правильно сказали, что должны быть шаблоны, должны быть какие-то готовые тексты на многие вопросы, и, в частности, на негативные реакции тоже можно сделать шаблоны, которые довольно легко купируют любые проблемы, которые возникают. Во всяком случае, у нас опыт именно такой. Мы почти не получили денег пациентам, несмотря на то, что они грозятся всеми страшными карами, муками и так далее. Ничего, мы им все сообщаем. Ну, у нас проще, у нас все записано, все наши ходы, да, в обычной медицинской практике, к сожалению, не все записано. И доказать, что ты не верблюд, бывает трудно. Вы знаете историю, сейчас вот обвинили врача, что она там жене, значит, того, кто воюет на СВО, что-то не так сказала. Она говорит, да я вообще про это не говорила. Ну, вот пойди докажи, кто что говорил, кто что не говорил. Вот. Поэтому, конечно, в нашей вот ситуации, в нашей системе, где весь диалог ведется в писанном виде, ничего доказать пациент, как правило, не может, ну, кроме действительно каких-то ошибок тяжелых. Но вот я согласен, что признание своей вины – это возврат. Это только хуже делает всем. Не надо, надо пытаться доказать. Ну, еще раз говорю, есть, конечно, какие-то там совсем беда. Вот. Но мы что еще придумали, может быть, это тоже будет полезно всем. Мы сделали такой тип третийского суда, внутри организации, когда поступают жалобы, то мы собираем некий консилиум дополнительный, да, где есть два специалиста плюс тот, кто, на кого подана жалоба, плюс администратор. И разбираем вопросы, пишем обычно такое, ну, тоже достаточно стандартизованное решение по этой проблеме. То есть это все на самом деле регулируется, и нужно это все заводить в современные технологии, они позволяют отбиться. А разговор сам дурак – это, конечно, самая большая проблема, с которой могут встретиться. К сожалению, врачи продолжают с больными разговаривать именно в таком тоне. Это увы. Так, еще вопросы. Насчет слова есть еще одна тема, которая все время сейчас будируется. Мы постоянно говорим о том, что мы ставим диагнозы с помощью симптом-чекера, то есть опрашивая пациента дистанционно. И нам все пишут, как же так, надо щупать, надо там слушать. Вот. Значит, был такой профессор Захарин, я надеюсь, что все помнят, что был такой, да, в конце 19 века, который опрашивал больного по два часа. Я думаю, что он не умел этого делать, хотя понимал всю значимость опроса. И про него ходил такой анекдот, что, значит, пока Захарин доберется до здоровья двоюродной бабушки, больной уже помрет. Но, тем не менее, мы считаем, что вот это вот искусство правильно ставить вопросы и получать нужную информацию – это очень важное искусство. Это большая наука, и мы ей, собственно говоря, сильно занимаемся. Это наша тема. И, собственно, вот эти все наши опросники, они построены именно на отборе правильных вопросов, которые позволяют поставить диагноз. Да, я здесь абсолютно согласен, поддерживаю, потому что очень многое можно чего спросить, но, насколько мы всегда ограничены и временем, и какими-то ресурсами, здесь каждый вопрос, который мы задаем, он должен реально уменьшать вот эту воронку и проводить нас к какой-то цели, когда останется или тот диагноз, который мы знаем, или, скажем, 1-2 для диагностики. И здесь лишние вопросы, они иногда уводят. Именно, например, поэтому я считаю, что вот молодые специалисты, им здорово бы учиться на каких-то проверенных стандартных алгоритмах, да, когда ты… Ну, которых, да, зачастую нету. Вот. Которые тебе позволяют именно научиться выработать вот эту схему, когда ты не спрашиваешься обо всем, а понимаешь, что за вопросом А, при ответе Б надо задавать вопрос С, а не уточнять вопрос А. Здесь, да. Их схем не существует в природе не только у нас, но и там тоже. В этом же все дело, что этой темой никто не занимался. Все хихикали над Захарином, и говорили, что надо по-строжески залезать в печенку. Ну, залезайте. И что вы там найдете? Ну, край какой-нибудь, да, и дальше что? Дальше ничего, потому что если больной болеет, то он должен вам об этом рассказать. А если из него край торчит, ну, черт-то знает, что за край. Вот. И это я педалирую и противопоставляю это постоянно. Вот вчера мы опять же общались, я уже говорил, с ЕМС, дали опросник пройти врачу. Он так удивился нашим вопросом, потому что мы снизошли, представляете, с нашего Олимпа, мы снизошли до тупых больных, которые русского языка не знают. Мы им задаем вопросы, это вопросы, кстати, лингвистические, в той форме, в которой они понимают. Не в той, как нас учили. У вас бывают боли за грудиной. Да, Господи, он уже от слова «грудина» падает в обморок, он понятия не имеет, где это «грудина». Мы его спрашиваем, бывает ли у вас в области сердца, а где эта область? Да бог его знает. Но больному это понятно. Он начнет отвечать, и дальше вы его увлекаете в алгоритм диагностического поиска, вы уточните там, где, что, как болит, с чем связано. Все вы найдете, все нормально. Но если вы начинаете спрашивать в нашей традиции, на нашем птичьем языке, который никому не понятен, то люди от этого просто попадают в осады. Ну, тоже пример такой я вчера приводил. Вопросники по диспансеризации. Там поточняется, сколько кто что выпивает, и там через запятую перечислено. Там водка, коньяк, виски. А мы в деревнях работали. Они говорят, а виски – это что такое? Мы тут с водкой обычно прищемляемся. Какое у нас виски, коньяк с водкой? У нас такого не бывает. А там такого вопроса нет. Потому что они не понимают, что у нас культура людей, она другая. Мы… Любимая тема сортира, да, что в больнице начинается сортира. Приезжаем к Рогасок. Это 800 километров от Томска прямо на север вдоль Аби. Ну, понимаете, что немножко дырка такая. Попа мира, как говорят теперь. Там отремонтирован прекрасный дом престарелых. Супер просто. Ну, правда, деревянное здание, но все равно хорошо сделано, все чистенько, гладенько. И теплый сортир. И они нас водят, говорят, ну, вот у нас есть теплый сортир, но вы знаете, никто сюда не ходит, потому что все привыкли ходить в очко на улицу. Поэтому мы, к сожалению, или к счастью, или как, но мы оставили. Ну, такой менталитет. Вы что хотите с этим делаете? Но они всю жизнь прожили с очком. Они не будут ходить в теплый туалет. И когда вы начинаете задавать вопросы, вы должны это всегда учитывать. Ну, что, ничего страшного в этом нет. Хорошо. Ну, ладно. Мы, собственно говоря, сегодня попытались врачам показать, что можно куда-то идти учиться и обсуждать эту тематику, потому что она важна. И я думаю, что мы к ней будем возвращаться еще. Да. Я надеюсь, что мы вообще, вот эти вопросы, которые, к сожалению, как я уже сказал, мало освещаются в рамках традиционного вуза, про коммуникацию, про личный бренд, про там выгорание, про что-то еще, периодически будем на нашем обществе поднимать. И вообще для меня, конечно, это большая радость выступить на старейшем обществе. Это у меня, видите, когда пока был врачом, не получилось сделать. Хотя еще когда студентам слушал ваши лекции, думал, было бы, наверное, здорово. Ну, вот все возвращается. Поэтому спасибо большое за такую возможность. Я прям чувствую себя. Будем надеяться, что будем сотрудничать. Конечно. У нас тоже есть чем поделиться. У нас много мыслей на этот счет.